Чебоксары Дельный сезон закончился, долги остались. Как в подобных условиях, ресурсоснабжающие организации будут готовиться к новым холодам. Добро пожаловать или все же вход воспрещен. Как детские лагеря подготовились к летним сменам? Раньше ездили на картошку, теперь ходят на цветы. Представители одного из молодежных движений подарили столице Чувашии целую клумбу. Дельный сезон На втором месте жилищно-коммунальное хозяйство. Затем экономика и социальная политика. В итоге потратил город почти 7 миллиардов. Разница между доходами и расходами составила более 146 миллионов. На бюджет нынешнего года еще не раз предстоит уточнять. На сегодняшний день он увеличился более чем на 1 миллиард 52 миллиона рублей. Это по доходам. Впрочем, выросли и расходы на сумму более чем 1 миллиард 84 миллиона рублей. Рост расходов наблюдается почти по всем отраслям. Наибольший показатель роста это отрасль образования 24,2% и физическая культура и спорт рост в 2,4 раза. Увеличение расходов прежде всего объясняется увеличением фонда оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений и открытием новых детских садов увеличением расходов по адресной инвестиционной программе. В составе расходов по социально-культурной сфере инвестиционные расходы составили в общей сумме 378 миллионов. В том числе за счет средств вышестоящих бюджетов 289 миллионов. Указанные средства направлены на строительство и реконструкцию дошкольных учреждений. С учетом вносимых изменений параметры бюджета города Чебоксары на 2014 год составят по доходам более 7 миллиардов 187 миллионов рублей. По расходам более 7 миллиардов 479 миллионов. Разница почти в 292 миллиона. Такие параметры городской казны российскому законодательству соответствуют. За окном плюс 25 градусов, значит самое время подумать о горячих батареях. Отопительный сезон это как раз тот случай, когда сани лучше готовить летом. О том, как топили в сезон завершившийся и как идет подготовка к следующему году, сегодня говорили депутаты городского собрания на выездном совещании в коммунальных технологиях. ЖКХ отрасль, что и говорить, проблемная. Если бы проблем не было, попили бы чай и разошлись, отметил председатель комиссии по городскому хозяйству. Конечно, без тепла этой зимой чебоксарцам сидеть не пришлось. Серьезных аварий не было, говорят специалисты. Зато трудной остается ситуация с долгами. Коммунальные технологии, а это компания, которая обслуживает сети, по которым к населению поставляются ресурсы, задолжали Межрегионгазу, ТГК-5 и заводу имени Чапаева. В свою очередь перед коммунальными технологиями в долгах управляющей компании. На сегодняшний день задолженность управляющих компаний перед коммунальными технологиями составляет в целом громадную сумму – 770 миллионов рублей. Это по городу Чебоксары. Аукается это и горожанам. Ведь при таких долгах брать средства на какие-то дополнительные работы, к примеру, ремонт или модернизацию, компании просто неоткуда. Исправить ситуацию может переход на так называемые прямые платежи. То есть, когда средства от жителей, минуя управляющие компании, идут сразу в ресурсоснабжающие организации. Подобное давно практикуют в Европе. Считаю, что прямые выплаты – это очень правильно в том смысле, каждый должен заниматься своим делом. Управляющим компаниям сегодня они в принципе выполняют несвойственные функции сбора и распределения денег. Вот если мы где-то на законодательном уровне примем решение, что с завтрашнего дня управляющая компания должна заниматься подметанием, ремонтом, обслуживанием, содержанием и так далее, я вас уверяю, многие вопросы автоматически решатся. Задача ресурсоснабжающих организаций – инициировать подобные полезные преобразования. Задача депутатов – помочь реализовать их в жизнь. Произойдет ли эта система прямых платежей, пока не ясно. Так или иначе, сейчас первостепенная задача подготовиться к следующему отопительному сезону. Предстоит отремонтировать котельное оборудование, провести промывку и опрессовку сетей. Обычно посторонним вход в испрещенную депутатам городского собрания и главе города Чебоксара сказали, добро пожаловать. Они проверили, насколько детские оздоровительные лагеря готовы к летним сменам. Когда я был маленьким, я тоже отдыхал в пионерских лагерях. Нам тогда приходило стуга. Спали в самодельных шалашах, готовили пищу на костре, сами таскали воду, сами стирали. Очень были неустроены в бытовом отношении. А теперь оглянитесь вокруг. Лагерь «Березка» основали в далеком 1962 году. Тогда он действительно был пионерским. Конечно, в самодельных шалашах нынешние дети не спят, но 52 года не прошли для лагеря обесследно. Нужен ремонт, а на это нужны деньги. И город, как отметил глава Чебоксар, на отдыхе детей не экономит. К примеру, уже сейчас за отдыхающими присматривают не только вожатые, но и система видеонаблюдения. У нас три муниципальных лагеря. «Березка», «Волна», «Бригантина». И с года в год мы больше средств выделяем на модернизацию этих детских лагерей. Корпуса, конечно, они уже, можно сказать, морально устарели и требуют вложения средств, требуют ремонта. В ближайшие два-три года полностью этот лагерь мы будем модернизировать, чтобы он соответствовал современным требованиям. Основная задача – сделать «Березку» лагерем круглогодичным. До недавнего времени в холодное время года детей могли размещать только в главном двухэтажном корпусе. С этого года мест станет больше. Был проведен косметический ремонт всех помещений лагеря. Были утеплены два спальных корпуса детских, на которые бюджет города Чебасара выделил полтора миллиона. Кроме того, в лагере обновили мебель, электропроводку, заменили окна, отремонтировали систему отопления. Лагерь «Бригантина» стоит практически на берегу Волги, но чтобы купаться, идти вообще никуда не надо. Здесь есть бассейн. К нынешнему лету там установили новые фильтры. В скором времени возьмут пробы воды. Ну а пока индикатором чистоты стал депутат городского собрания. Вода чистая, теплая, артезианская. Детям уже можно купаться. С нагулиным аппетитом можно отправляться в новую столовую. Здесь сделали ремонт, утеплились, обновили линию раздачи. На все про все вместе с фильтрами для бассейна лагерю выделили полмиллиона рублей. На этом модернизация, вероятно, не закончится. Конечно, планов море. Во-первых, это утеплить корпус, чтобы мы могли уже работать спокойно, комфортно и в межсезонье. Так скажем, это весна и осень пока в ближайшее время. На зимний пока мы еще не можем перейти. Конечно же, нам здесь необходимы просто честные сооружения. То есть они бы нам многие проблемы решили. Депутаты проехались по нашим муниципальным лагерям. Березка, Бригантина. Сейчас мы в Бригантине. Убедились, что лагеря хорошо подготовились к летнему оздоровительному сезону. И, в общем-то, сделали очень много новшеств. Все готово для того, чтобы наши дети постоянно занимались, творили. А скучать им некогда. Они не могут полежать, поваляться просто так, потому что их ждут постоянные мероприятия. И если таким ходом будет идти наш отдых детей, то они приедут уже и здоровенькими в город, и отдохнувшими. Ну, а самое главное, то, что много сделано для безопасности детей. Есть везде установлены видеокамеры. Установили везде пластиковые окна. Безопасность обеспечена. Пожар безопасности обеспечена. И мы этому очень рады. В детстве не понимали, что как чудесно отдыхать в лагере. Сейчас мы бы с удовольствием остались на пятиразовое питание, на чудесные мероприятия. А самое главное, это чистый воздух, прекрасная природа. Иными словами, бытовые условия год от года становятся лучше. Зато неизменными остаются традиции. Рассказывать страшилки и мазать соседей по ночам зубной пастой. Красота спасет мир. Ну, или во всяком случае, школьные коридоры от скуки и однообразия точно. О том, что за цветы распустились на стенах одного из образовательных учреждений города. В следующем сюжете. Бегать по этим коридорам в 18-й школу ученикам младших классов, конечно, можно. Только вот желаний у них особого нет. Есть дела и поважнее. Нужно успеть рассмотреть все картины, понять, как, к примеру, роза или астра получились именно такого цвета. Ведь его нет среди тюбиков с красками. В настоящую галерею обычный коридор превратили картины заслуженного художника России Миши Григоряна. Кстати, ответить на все вопросы юных умов он нередко приходит лично. Мы выходим, смотрим, любуемся и хотим потрогать, только нельзя. Мне интересно спросить, как он приехал сюда и как он начал рисовать. И что он рассказал вам? Он рассказал, он приехал взрослым, работал и красиво научился рисовать. Он рассказал, что без фантазии ничего не получится. Картина, в принципе, посвящена чувашским женщинам. Вот чувашский колорит, она чувашский колорит. Ну, так как чувашские женщины тоже очень любят розы, я убедился. Каждый двор идешь, даже в деревнях, да, растут розы. Здесь есть чувашский колорит, женский колорит, предметы, одежды. Вы цвет перемешиваете и получается красивый цвет. Ну, опять, это не бывает. Понимаете, на палитре лежат краски разноцветные, да? Но это ли цвет, это краска. Из этих красок, когда смешиваешь, да, и получается цвет. Вот, например, если возьмем этот цвет, такой готовый цвет не существует. Его надо всегда искать на палитре, да? Палитра – это очень важная штука для художника. А почему вы именно любили цветы? Цветы? Нет, здесь я пишу очень много разных вещей, да, разные, да. Но здесь я выберу цветы вам показать, потому что вы тоже цветы жизни. Наверняка у всех этих детей самое любимое время года – лето. А вот картина, которая больше всего приглянулась школьникам, называется «Осень». А еще августовский вечер. Теперь посмотреть на ее ученики смогут в любое время. Это подарок школе. Впрочем, чтобы полотна появились в учебном заведении, одного таланта мастера недостаточно. Нужна организационная сила, и таковая нашлась. 2014 год – год культуры. И в этот год в своем округе я решил посвятить больше духовному и нравственному. И затеей было проведение выставочных мероприятий наших великих художников в Чувашской республике. Мы проводили ряд мероприятий в своем округе. Это в 14-й школе, в 18-й школе. Сейчас вот планируем провести такое же выставочное мероприятие в техникуме связи, которые находятся у нас в округе. Школу с большим удовольствием пошли мне навстречу. И в нашей школе 18-й мы провели мероприятие для того, чтобы дети на самом деле впитали в себя всю эту красоту, всю эту радость. Если на верхних этажах 18-й школы царит искусство, то на первом – проза жизни. Здесь находится приемная Евгения Андреева. Приходит сюда с насущными проблемами. К примеру, в одном из дворов на дороге ямы диаметром в полтора, а то и два метра. А с ремонтом все тянут. В 1944-й год, как мы и живем в этом доме. В результате чего по ходу эксплуатации этого дома много есть проблем. Но одна из них проблем состоит в том, что в связи с тем, что через нашу дорогу дворовую, которая в основном предназначена для пешеходов и жильцов этого дома, у нас постоянно и особенно в утне и вечернее время сплошная вереница легкового и грузового автотранспорта. Я думаю, что мы этот вопрос возьмем на заметку. За период три года действия моей депутатской работы в округе продолжено более 3 километров дороги. И эту улицу по энтузиастам возьмем на заметку. Дел в районе много. Школьники, конечно, ушли на каникулы, но приемная продолжит работать летом. Получить в подарок букет цветов, думаю, приятно будет всем. Представьте, если это целая клумба. Сегодня такой презент сделали чебоксарам. Для этого активистам одного из молодежных движений пришлось повозиться в земле. Наблюдала за процессом наша съемочная группа. Решили помочь нашему любимому городу в озеленении. И при личной беседе с Леонидом Ильичом Черкесовым мы предложили свою помощь. Давно молодогвардейцы и чуваши хотели создать свою клумбу. К сожалению, в этом году у нас не получилось создать свою клумбу. Но администрация города вышла с инициативой и с предложением, чтобы мы помогли в озеленении города. Мужчинам положено обсадить дерево, а нам, наверное, это цветы. Когда пара десятков молодых, полных энтузиазма людей, подтянулись к скверу имени Михаила Сеспеля, их уже ждал целый грузовик цветов. Это порядка 10 тысяч саженцев. После тщательного инструктажа, не боясь испортить маникюр и испачкать белые футболки, они приступили сначала к выгрузке, а потом к посадке. Всегда хочется попробовать своими руками сделать такую красоту. Главное правило – нельзя выходить за линию, так как есть определенный рисунок. Сначала мы копаем ямку, нас попросили сделать это поглубже, закапываем цветочек и немного придавливаем. И все. Листики должны находиться на одном уровне. Сначала ряды выходили неровными, у профессиональных озеленителей сдавали нервы. Иногда они пытались вмешиваться в процесс создания красоты. Однако потом дело пошло. Судя по всему, активисты даже вошли во вкус. На лето ребята наметили еще несколько подобных мероприятий. На этом программа местное самоуправление завершается. Я с вами прощаюсь. До свидания.